Дина Данич. Опасный мужчина. Жена по договору. Книга вторая. Вернуть жену. Пролог. Мы нашли её, босс. Повтори. Требую крепче сжимая мобильник. Мы нашли вашу бывшую жену. Значит, не ослышался всё же. Наконец-то. Спустя столько месяцев. Что с ней? Отрывисто спрашиваю. Она парень мнётся, явно не решаясь озвучить что-то важное и это заставлять напрячься. Что она? Она беременна и, кажется, у неё проблемы с деньгами. В ушах стучит одно и то же слово. Беременна. Беременна. Ася беременна. Ася я. Девочка моя, как ты могла, как после всего могла лечь под другого? Босс, что делать-то? Следите за ней. Сейчас приеду. Отбрасываю телефон, стараясь взять под контроль эмоции. Но чёрта с два. Внутри всё горит от злости. Предала. Всё-таки предала меня лгунья. А ведь так красиво говорила. Про любовь свою речь заводила. Признавалась в чувствах. А вышла вон как. Беременна. Приговор, который изменит всё. Нет больше моей чистой девочки. Есть продажная женщина, готовая лечь в постель с другим. Нутро горит. Жарит от мысли, что её тело касался другого мужчины. А кулаки сами собой сжимаются. Всё во мне выстаёт против. Требует найти того, кто посмел, кто посигнул на моё. Найти и наказать. А затем наказать и её. Ту, что украла мою душу, втёрлась в доверие, а затем жестоко предала. Добраться по адресу, который сбрасывает в сообщение мой помощник, не составляет труда. Бедный район, где ещё только планируется обустройство и перестройка. «Что она там делает? Неужели новый хахаль так сильно ценит свою женщину, что оставил там? Или же у нас только жалок, что не способен обеспечить её? Или, может, бросил её вдоль, попользовавшись? И против воли во мне разгорается ярость на тех, кто, возможно, причинил ей боль или обидел? Так быть не должно. Приходится остановиться и выдохнуть, прежде чем идти туда, где мои люди нашли Асю. Она успешно скрывала столько времени, но сегодня настанет час расплаты. И я спрошу с неё за всё. Потому что имею право. Потому что она до сих пор принадлежит мне. Потому что я её муж. И плевать, что бывший. Я это исправлю. Она снова будет принадлежать мне. И на бумаге. Всего несколько шагов, и я вижу её. Торможу, потому что на краткий миг даже дышать не могу. Просто замираю и смотрю. Сколько раз я представлял этот момент. Сколько раз мне снилось, что я найду её и... Ася вешает бельё на лёвку, расправляет, тянется за следующей тряпкой, и когда поворачивается, её футболка обтягивает округлый животик. Я бы дорого отдал, чтобы это мой ребёнок был там, в ней. Вот только это невозможно, и детей у меня быть не может. Потому я и не претендовал на роль главы компании. Нет наследника, не быть и главным. Я давно уже смирился. Принял это и понял. А когда появилась Ася, так и вовсе забил на это, решив, что она скрасит мою жизнь и без детей. Готов был рассказать ей всё, признаться в собственной ущербности. Да только ей это оказалось не нужно. И вот теперь Ася стоит совсем рядом, беременная не от меня, побывавшая с другим. Далёкая, одновременно такая близкая. А я ничего не могу изменить, потому что свидетельство её измены уже там, в её животе. В этот момент, где-то кричат дети, и Ася оборачивается. Мы сталкиваемся взглядами, отчего она бледнеет, делает шаг назад, а руки её непроизвольно ложатся на живот. «Ну, здравствуй, жена», — произношу, шагая к ней. Не ждала. Глава первая. Ася. Я не могу пошевелиться. Под тяжёлым взглядом Амирана стою и жду, что будет дальше. Но как только он смотрит на мой живот с таким отвращением, мне становится страшно, и я невольно делаю шаг назад, прикрываю малыша руками. Бывший стискивает зубы, медленно приближается ко мне. «Молчишь, Ася?» «Зачем ты здесь?» — спрашиваю, с трудом выдавливая каждое слово. «А ты не догадываешься? Нет, между нами всё кончено. Это ты так решила? Забыла, что твоя жизнь должна быть посвящена мужу? У меня нет мужа», — твёрдо произношу. Мне понадобилось немало времени, чтобы выучить эту истину. Было очень сложно, поначалу очень, и только мой малыш помог мне удержаться на краю, справиться со всем и просто жить дальше. Хотя, конечно, без помощи Феликса ничего бы не вышло. «Ты кое-что обещала мне», — холодно возражает Казаев. «Ты обещала быть со мной в горе и радости. И сбежала. Мы больше не женаты. Той бумажкой, что ты оставила, можешь подтереться. Всё это фикция. Не знаю, как твой хахаль устроила это, но я выясню, даю слово и переломаю ему хребет. За что? Меня бросает в дрожь от той злости, которой пропитано каждое его слово. Даже не злостью, а ненавистью. Взгляд бывшего мужа то и дело скользит по животу, и столько презрения в нём, что я едва не плачу. Как? Как можно настолько ненавидеть собственное нерождённое дитя? За то, что задурил тебе голову. Ты моя жена, и таковой останешься. Ошибаешься. Мы разведены. У тебя нет никаких прав. Ни на меня, ни на ребёнка. На ребёнка я как раз не претендую. Хотя за то, что ты так легко легла под другого, я ещё спрошу с тебя, Ася. Его слова оглушают меня. Что значит легла? Не бледней, криво ухмыляется он. Пока не родишь, не трону. Но после. Ты посмела сбежать, хотя давала клятву. Говорила о любви. И так продешевила. Он обводит взглядом моё весьма скромное жилище. Стоило оно того? Я ожидал тебе всё, о чём ты мечтала. Всё. Да, кроме детей. Но разве моей любви было мало? Кроме детей? Переспрашиваю тихо. Теперь это неважно. Ты ведь нашла, от кого залететь. Но учти. Любовника твоего в нашей жизни не будет. До меня очень медленно, но чётко доходит мысль, которая добивает окончательно. Амиран действительно считает, что я ему изменила, что ребёнок не его. Он настолько яростно утверждает это, что я понимаю, нет смысла рассказывать ему правду. Он не услышит, не поймёт, не примет. Лишь ударит больнее. Я совершенно не знаю того мужчину, что стоит сейчас рядом. Это не его я любила так долго. Не он был центром моего мира. Уходи. Тихо произношу дело ещё один шаг к дому. Уходи, Амиран. Забудь меня. Буквально за пару шагов он преодолевает расстояние и оказывается слишком близко. Хватает за плечи, не давая отойти дальше. Нет, Ася. Ты так упорно говорил о том, что хочешь быть для меня женой, что теперь я тебя не отпущу. Ты не имеешь никакого права. Уверена, я уже это сделал. Наш развод будет аннулирован. А точнее, считай, его никогда и не было. Шокированно смотрю на него, не понимаю, как реагировать на это. Да, дорогая, не только у твоего любовника есть связи. Эти месяцы ты наставляла мне рога. Но ничего, я приму тебя после него. Приму и сделаю из тебя послушанную жену, какой ты хотела быть. В этот момент мне становится очень страшно. Когда-то я разочаровалась в Амиране, поняла, что все придумала сама и научилась жить с этим. Но сейчас... Сейчас он пугает меня настолько, что дышать становится трудно. Его взгляд наполнен тьмой и жаждой мести. Я понятия не имею, через что мне придется пройти теперь, если он действительно не уйдет. Я не хочу. Пожалуйста, уходи. Прошу уже, не сдерживая слезы. Уходи. Только с тобой, Ася. Жестко припечатывает он. А затем медленно стирает мокрые дорожки с моих щек. Мы теперь с тобой до конца, несмотря на то, что ты сделала. Глава вторая. Ася. Я все же вырываюсь из его рук. Таких родных и знакомых. Сколько я плакала о них. Сколько мечтала, чтобы он нашел меня и сказал, что все не так. Но время шло, а ничего не происходило. Пока в сети не появилось фото Амирана с новой пассией. Не Марины, но очень похожей на нее девушкой. Тогда моя надежда умерла окончательно. Идем, приказывает бывший муж. Но я упрямо мотаю головой, делу шаг назад. Это злит Казаева. Ты хоть понимаешь, что наделала, сбежав? Ты так дорожила честью семьи и так опозорила родителей. Он безжалостно бьет словами. Жалит, зная, как больно это слышать. В глазах арктический холод. Там нет того, что я видела раньше. У них есть Алсу. Жалко оправдываюсь. А у меня есть ты. Жестко припечатывает он. Не вынуждай применять силу. Я все равно заберу тебя. Раньше я была уверена, что муж не причинит мне вреда. Но теперь я уже не знаю. Интуитивно закрываю руками живот, и это не укрывается от взгляда Казаева. Он мрачно ухмыляется. Своим упрямством ты сама делаешь хуже своему ребенку. Своему, не нашему. Он даже не допускает мысли, что это может быть его сын. Да, соседка упорно твердила, что у меня будет мальчик. По понятным причинам в клинику я хожу только по необходимости. Зачем я тебе с чужим ребенком? Спрашиваю, а у самой внутри все болит от тех слов, которые вынуждена произнести. Потому что ты моя жена Ася. И раз уж вопрос с материнством теперь решен, замечаю, как позади Амирана появляется двое охранников. А значит, он не шутит. Меня и правда увезут отсюда. Заберут из той жизни, что я так старательно выстраивала. У тебя есть шанс пойти со мной добровольно. Тогда никто не пострадает. И что ты способен причинить вред нерожденному малышу? Вырывается у меня. Я все еще не верю, все еще надеюсь, что мой Амиран там, где-то под толщей равнодушия и безразличия. А если он твой? Лицо бывшего мужа некрасиво искажается. Ему больно или он злится? Он не мой, Ася. У меня не может быть детей. И ты бы об этом узнала, если бы не сбежала с любовником в тот вечер. Я растерянно смотрю на него. Ничего не понимаю. Но как? Я же не была ни с кем. Даже если бы была возможность, я бы ни за что не позволила никому прикоснуться к себе. И ребенок во мне. Его — это совершенно точно. Тогда почему Амиран так уверенно заявляет, что бесплоден? Идем. И так много времени потратили. Раздраженно добавляет он между тем. Последний шанс, Ася. Я в смятении. Теперь становятся понятны его слова про малыша. Но как убедить мужа, что он неправ, что ошибается? Разве поверит он мне? Мне нужно собрать вещи. Сдаюсь в итоге под его тяжелым взглядом. Оставь эти тряпки, морщится он. Тебе привезут нормальную одежду. Дело не только в одежде, возражаю я. Здесь у меня жизнь, понимаешь? Стоит сказать, это как Амиран стискивает зубы, подходит почти вплотную и с презрением скользит взглядом по моему животу. Я вижу, какая у тебя здесь жизнь. Буквально выплевывает каждое слово. Все твои документы уже забрали. Не волнуйся. Остальное тебе не понадобится. Изумленно оглядываюсь на дом, из которого и правда выходит один из охранников. Они что, обыскали тот, пока мы тут разговариваем? Там же вещи для ребенка. Я растерянно говорю. Не волнуйся, он не будет ни в чем нуждаться, сквозь зубы произносит Казаев. Он не виноват в том, кто его отец. Становится настолько горько внутри. Порой я позволяла себе помечтать о том, как мы случайно встретимся с Амираном. Но даже в страшном сне я не могла представить, что мы увидимся вот так. Ты прав, говорю упавшим голосом, он не виноват в том, кто его отец. Силы на борьбу заканчиваются как-то одномоментно. Как и смысл спорить со скалой? Казаева не переубедить. Он вбил себе в голову свою правду и попросту не услышит меня. Медленно обхожу бывшего по дуге и иду к машине. Правильное решение доносится мне в спину. А я вот совсем не уверена. Все произошло так быстро, что я не успеваю даже задуматься о том, почему Амиран нашел меня. Как? Ведь Феликс уверял, что я буду в безопасности. Что если буду соблюдать все его указания, то меня не найдут. Где я ошиблась? Уже в машине Амиран огорошивает еще одним заявлением. Будешь вести себя послушно? Ребенок получит мою фамилию. Что? Твой отец будет очень рад получить желаемое. Мрачно добавляет он. А я цепляюсь за эту фразу и долго-долго кручу ее. До меня доходит медленно, но неизбежно. То есть дело в бизнесе. Озвучиваю свою догадку и встречаюсь взглядом с мужем. Неужели он и правда искал меня только из-за того, что наш брак – просто очередной контракт. И дело вовсе не во мне. Глава третья. Ася. Амиран не торопится отвечать. Просто смотрит и все. Я хочу знать, повышая голос. Все дело в деньгах? Поэтому ты аннулировал наш развод? Да? Это не имеет значения. Наконец, скупо выдает Казаев и отворачивается. Он просто отворачивается от меня. Я имею право знать. Упрямо повторяю. Ты имеешь право следить за домом и ждать мужа с готовым ужином. Равнодушно возражает он. Тебя к этому готовили всю жизнь. Пора заняться делом. Но ты говорил другое. Я ошибался. Свобода не пошла тебе на пользу. Его слова звучат приговором. И куда мы едем? Домой. Туда, где твое место, о котором ты позабыла. И что? Как все будет дальше? Не унимаюсь я. Раньше я бы ни за что не позволила себе подобный тон с мужем. Но не теперь, когда я прошла столько всего сама. Так, как и должно быть. То есть я буду сидеть дома и ждать, пока ты вернешься с работы или после своих любовниц. Амиран медленно поворачивается ко мне и смотрит немигающим взглядом. Ты уверена, что имеешь право на подобные вопросы? Со злостью спрашивает он. Горько усмехаюсь в ответ. Вот значит как. То есть ты как встречался с этой своей Марины, так и продолжишь. Мы с ней расстались. Да плевать. Марина или другая. Вам, мужчинам, всегда все можно, правда? Верность не то, что является обязательным в браке, так? Зато жена должна ждать и быть любящей и заботливой всегда. Эмоции выходят из-под контроля, и я попросту не справляюсь с тем, что наваливается на меня. Мне так больно и страшно. Обидно. Я же только научилась жить свободно, мечтать о сыночке, строить планы и не зависеть от мнения мужа, не думать о нем. Я только излечилась от этой болезни, и вот снова оказываюсь рядом с ним. Вопреки всей логике, что есть, вопреки всем разумным доводам, я все еще чувствую к нему то, чего не должно быть. Он унизил меня, растоптал мои чувства, он считает меня предательницей, но мое бедное сердце все равно любит его. Ася, успокойся. Напряженно произносит муж. Но я не особенно понимаю, что именно он говорит. Вся моя застарелая боль выплескивается с каждым словом. Ты лжец, Амиран. Ты говорил, что я не должна зацикливаться на тебе и доме, а на самом деле просто искал повод чаще бывать с любовницей. Ты даже в нашу первую ночь сбежал к ней, к ней, оставил меня одну в нашей постели, бросил наедине со всеми страхами и… Поцелуй не дает мне высказать до конца. Казаев так жадно вгрызается в мой рот, что я обескуражена и даже не сопротивляюсь. Просто позволяю ему все. Тело мгновенно откликается, оно все помнит, и оно соскучилось, как и я сама. Боже, как же часто мне снилось, что муж снова будет рядом, что мы снова станем единым целым, что я расскажу ему про нашего малыша. Мысль о ребенке отрезвляет. Я отстраняюсь не без труда. Тяжело дышу и теряюсь под пугающей темным взглядом Амирана. «Я никогда не изменяла тебе», — тихо произносит он. «Ни разу с того момента, как надел кольцо на палец». «Ты уехал, ушел», — не верю, мотаю головой. Она была в ЗАГСе, и Алсу сказала, что вы вместе. «Не я первый нарушил клятву верности», — кривится он. «Ты сама освободила меня от нее, дорогая жена». «Значит, это правда. Он теперь с другой, с другой, спит с ней, просыпается, целует». И так противно становится из-за того, что только что произошло. Остервенело тру губы тыльной стороной ладони. «Я не приму тебя после другой женщины», — шеплю в ответ, а во взгляде мужа вспыхивает злорадство. «Странно это слышать от той, что легла под другого мужчину». Слова как пощечина. Судорожно вдыхаю, отворачиваюсь. Не могу, не могу даже звука выдавить. Боюсь, что позорно расплачусь. Если до этого разговора я еще предполагала, что, возможно, тест ДНК решит этот вопрос, то теперь... Это так унизительно, доказывать свою верность. А я не собираюсь унижаться, даже перед ним. Кладу ладонь на живот, чувствую, как ребенок беспокойно поворачивается, и стараюсь дышать глубоко и размеренно. Плевать нами рано. Пусть хоть весь город перетрахает. У меня есть мой малыш. Остальное неважно». Продолжение следует... Продолжение следует...